Эксперимент по развитию курортной инфраструктуры стартует 1 мая 2018 года. Его первыми территориями станут Крым, Алтайский, Ставропольский и Краснодарский края. Сейчас депутаты на местах принимают решения о механизме и размере курортного сбора. В первый год он не должен превышать 50 рублей с человека. Исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков предлагает не устанавливать максимальную планку, но и не занижать её до минимума, чтобы участие в эксперименте было оправданным. Может давайте сделаем какой-то такой люфт от 10 до 30 рублей, потому что нам потом будет очень сложно, если надо будет 15 сделать или 20, мы потом, а не сможем, нам надо опять собирать сессию, опять всё сначала, заново всё пересматривать. А так сделаем люфт от 10 до 30, например. Мы исходим от того, что давайте 10, но как будет опуститься, а посчитают, потому что в эксперименте те районы и регионы, которые принимают, желательно, конечно, одинаковую цену, а для всех делать, то обсе сделало от 10 до 50. Депутаты согласились с предложением Юрия Полякова и единогласно проголосовали за поправку. Курортный сбор не коснётся льготников и жителей Краснодарского края, а все собранные средства пойдут на развитие территории. Вся сумма курортного сбора остаётся в городе-курорте Анапа и может быть направлена только на развитие инфраструктуры курортной города. Надеемся, что это для Анапы принесёт большой эффект, а Анапа будет более привлекательна в связи с обострившейся конкуренцией в этом году и в последующих годах. Также на сессии приняты кадровые изменения. Председателем контрольно-счётной палаты муниципального образования сроком на 5 лет назначена Оксана Орлова. Она с 2006 года работала в контрольном органе при Совете, зарекомендовала себя как ответственный и высоко квалифицированный специалист. В завершении сессии коллегам обратился депутат Государственной Думы Иван Демченко. Он призвал парламентариев к активной и добросовестной работе.